Привет всем! Я Галина Фроинт. Сегодня приготовим с вами рулетик к чаю, который всем понравится. Особенно если мы его приготовим к праздничному столу. Готовится такой рулетик быстро. Мы для этого берем 4 яйца и разбиваем в миску. Вот так вот все 4 яйца. Разбиваем в миску. Насыпаем сюда щепоточку соли и будем взбивать яйца машиной. Пока машина немножко взбивает яйца, мы возьмем полный стакан сахара. И добавим яйца. Масса должна увеличиться в объеме. Выгибаю на большой скорости. Вот масса стала пышненькой, светлого цвета. И так, теперь выключаем массу нашей силы. Теперь на кончике ложечки, вот настоящий ванилин, насыпаю. Теперь берем стакан муки, просеиваем его. Теперь нужно нам осторожненько сюда медленными движениями вмешать муку в эту массу. Старайтесь по часовой или против часовой стрелки, но в одном направлении. Духовка у нас уже разогрелась до 180 градусов. Я включила их заранее, мука еще не вмешалась в эту массу, поэтому небольшими такими движениями туда вмешиваем. Масса стала однородной, тесто получилось такое пышненькое. И теперь мы переместим это тесто на противень. Берем противень, укладываем вот такую вот бумагу для выпечки и перекладываем это тесто прямо на противень. Распределяем тесто, распределяем хорошо по всему противнюю. И теперь ставим в духовку. При 180 градусов выпекается и тесто уже начало немножко подниматься. Выпекаем до золотистого цвета и духовку открывать нельзя, так как тесто осядет и выпечка получится не такой, какой бы нам хотелось. Вот так вот уже у нас бисквит выглядит. Румяненький он стал. И сейчас мы его будем уже вытаскивать из духовки. Бисквит подрумянился. И теперь слегка только приоткрою духовку. Совсем чуть-чуть. Вот так духовку я приоткрыла. Теперь достанем. И пока он горячий, нам нужно поверх положить мармелад или густое варенье. Вот я беру такое вот варенье. Это у нас абрикосовое. И просто размазываю варенье по всему бисквитному коржу. Распределяем мармелад. Вот. Теперь возьмем вишневый. Джема понадобится настолько, какой толщине вы будете укладывать его. Если вы будете размазывать, то, конечно, его надо будет не такое большое количество. Но вот я взяла пол баночки вишневой. Вот. Третья часть баночки была абрикосовой. И вот сейчас вот еще беру малиновое варенье. Малиновое варенье. Здесь вот пол баночки. И все это равномерно, чтобы везде одинаково. Вот так вот разводы делаем тут. И тут по краю тоже добавлю малиновое. Теперь сейчас мы закрутим наш рулетик. И он уже будет похож точно на рулетик. И все три варенья распределились по всему коржу. Теперь берем... Берем за край. И вот так вот наш корж. Пока он теплый и мягкий, он не будет ломаться. И как раз мы его скрутим. Отслоняем вот так вот бумагу. Аккуратно, чтобы не порвать корж. Чтобы сохранить форму бисквита, нужно очень-очень аккуратно, руками... Так, в этом краю не хочет оно само так. Попробуем. Теперь берем за вот этот лист бумаги, который мы уже... Отслонили от бисквита. И вот таким образом поворачиваем. И слегка вот так вот придавливаем. Теперь эту бумагу мы снимаем дальше. также аккуратненько. Дальше уже бумага сама практически отходит. По краю никак не хочет она сама. Теперь опять берем за вот этот же листик бумаги. Переворачиваем рулетик. И опять рукой вот так поддерживаем. И опять вот таким образом снимаем бумагу. Теперь до конца вот так переворачиваем. Вот так сохраняя форму. И теперь остальную бумагу вот так вот пытаемся снять. Аккуратненько так переворачиваем. Аккуратненько так переворачиваем. Чтобы нам остальную бумагу-то оторвать от рулета. Все, бумага оторвана. Теперь мы назад перемещаем наш рулетик. И его назад закручиваем в эту же бумагу вот так. Вот так его, этот рулетик, оставляем для того, чтобы он у нас напитался джима. А также, чтобы у него осталась вот эта форма. Видите, как он у нас закрутился. Мы просто его теперь завернем в бумагу и оставим, ну, хотя бы на минут сорок. Он у нас должен остыть. И потом мы с вами нарежем его на праздничный стол поставим. Очень будет красивый. Сами увидите. Сейчас мы развернем, посмотрим в разрезе. Каким он у нас получился. Смотрите, какой он красивый. Подожду досточку, чтобы можно было отрезать кусочки. И бумагу оставлю, потому что я еще раз заверну. Берем острый нож. Так как он еще свежий и может сломаться вот такой вот внутри. Он получился. Я отрезала с одной стороны, где малиновое варенье. Малиновый джим. Вот такой он красивый в серединке получился. Так, давайте разрежем теперь с другой стороны. Вот отрезаем такой опять кусочек с другой стороны. У нас как по краю было малиновое варенье, если вы помните, мы мазали. А вот дальше должно пойти абрикосовое. Вот такой, но тут с этой стороны еще слишком мягкий. И надо дать постоять ему еще, полежать. Так, отрежем еще один аккуратненько. Вот с такой начиночкой внутри. К празднику у нас рулетик уже готов. Вот такая красота у нас получилась. Спасибо всем за просмотр этого видео. Желаю вам хорошего настроения, удачи. Чтобы у вас получались вкусные блюда, хорошая вкусная выпечка. Подписывайтесь на канал, заходите в гости, ставьте лайки. До следующей встречи. Всем пока. Доброе утро. Доброе утро. До встречи. Продолжение следует...